Несколько лет назад представители одного из западных информационных агентств, когда мы с ними общались, говорили, а почему вы всё время реагируете на Маккейна, ещё кого-то, на каких-то людей, которые... Ну да, конечно, они сенаторы, конгрессмены, но это уже совершенно отыгранная русофобская карта, которую никто всерьёз в Соединённых Штатах не воспринимает, и надо на них реагировать, всё будет хорошо. Это было буквально 3-4 года назад. Потом оказалось, что как раз-таки вот эта самая отыгранная русофобская карта снова оказалась в игре. И не просто оказалась в игре, а оказалось, что это буквально-таки практически джокер в руках очень многих, кто проводил такую политику в отношении Российской Федерации, да и вообще сфокусировал всё внешнеполитическое внимание Соединённых Штатов именно на нейтрализации России. И вот в этом такой как бы дуализм. С одной стороны, подобные заявления, но они настолько абсурдны и ничтожны, что, конечно, не реагировать на них просто невозможно, не имеет смысла, потому что это вне реальности, вне контекста, это всё не подкреплено никакими факторами. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что нынешний этап развития информационного пространства, средств массовой информации, средств массовой коммуникации предполагает одно. И здесь есть одно непреложное уже истинное правило. Если, так сказать, ты не ответил на те обвинения, которые прозвучали в твой адрес, к сожалению, ты позволяешь, так сказать, людям и их позиции доминировать, тебя нет в информационном пространстве и так далее. Поэтому, вот, что я могу сказать, что эти заявления, которые были сделаны, они не имеют никакой привязки вообще к реальности. Уж, так сказать, по Сирии мы вообще работали вместе с Соединёнными Штатами, по Украине пытаемся на протяжении нескольких лет участвовать в международных форматах. По большому счёту, сами инициировали многое, что сейчас вошло в основу этих международных форматов. Что касается выборов в Соединённых Штатах Америки, я никак не могу понять, как же всё-таки Россия на них повлияла. Вот как Россия могла на них повлиять? Ну, это вот, все об этом говорят, многие об этом говорят, но никто никак не может привести каких-то конкретных фактов или цитат. То есть, или вообще привести хоть какую-то аргументацию. Поэтому, ну, если коротко суммировать, ничтожные высказывания, за которыми не стоит никакой фактуры.